«И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Ну, разве Бог кого-то вводит в искушение? Конечно, нет. В Писании сказано, Бог никого не вводит в искушение, Он никого не искушает, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. О чем же мы просим Господа этими словами? «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Мы просим Его о том, чтобы Господь не попускал бы нам испытаний, искушений сверх наших сил. И в Писании со всей категоричностью говорится, Бог не посылает человеку искушений, испытаний сверх его сил, но в самом испытании Он дает для человека и некое облегчение. И мы знаем, что такие угодники Божьи, как Авраам, Моисей, Давид, они подвергались искушениям, то есть Бог посылал им испытания. Но с какой целью Бог посылает нам испытания? Даже попускает лукавому подходить к нам? Не для того, чтобы нас проэкзаменовать, перепроверить, искусить. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Если Бог это нам попускает только с одной целью, чтобы усовершенствовать нас. И некоторые отцы выразили эту мысль словами, если бы не было искушений, никто бы не спасся, потому что без искушений, которые нам попускает Господь, мы бы не поняли опасности того состояния, в котором мы реально пребываем. Субтитры сделал DimaTorzok